Добрый день, добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот апрель 2024 года. Ну что, дорогие мои, я знаю, что вы ждали этот гороскоп, и он по классике, по классике, каким может быть апрель для скорпионов. И я не скажу, что он будет простым. Конечно же, те скорпионы, которые раскачали свою личность, те скорпионы, которые прекрасно владеют плутонианской энергией, которые умеют выживать в любых обстоятельствах, вам будет нормально. Те скорпионы, которые не умеют проживать кризисы, те скорпионы, которые боятся кризисов, кто не живет по своему солнцу. Да, кстати, все те, кто грешат и смотрят свой гороскоп по знаку асцендента, пренебрегая знаком солнца. Ребята, пренебрегая солнечным знаком и не раскачивая свое солнце, а мои гороскопы в основном в своей массе все-таки настроены для того, чтобы вы раскачивали свое солнце. Потому что раскачивая свое солнце, у вас есть и здоровье, и деньги, и любовь. Ну, то есть это основные сферы. У вас есть сила внутренняя для того, чтобы переживать кризисы. Есть на эту тему большое видео про скорпионов часовой. Выделите себе часочек и посмотрите. Записала с удовольствием на берегу моря. В конце ролика обязательно прикреплю. Посмотрите. Итак, дорогие скорпионы. Так вот, те скорпионы, у которых не раскачано солнце, если вы прячетесь от различных кризисов и катаклизмов, то есть вы этого реально боитесь до дрожи, тогда этот апрель будет сложноватым. Этот апрель заставит вас подрасти, заставит бороться со сложностями в том числе. А те скорпионы, кто родился в начале периода скорпионов, то есть это с 23 октября, буквально там 5 денечков, то в этом апреле, конечно же, уже сложности есть. Они начались еще и в марте. Они начались еще в марте. Они начались еще, когда Плутон в январе поменял знак с Козерога на Водолея. И здесь, конечно же, такой момент. Ребят, понимаете, что он, конечно, временный, но он продлится на несколько месяцев. Этот отрезок времени создан для того, чтобы поднять в основной уровень. Эта квадратура Плутона делает квадрат в ваших транзитных картах на Солнце. Про что здесь? Здесь о том, что у женщин это натянутое отношение с мужем, либо с отцом. У мужчин это отношение вообще, в принципе, с мужчинами, с коллегами и с отцом в том числе. Здесь прекрасно понимаете, что отношения будут портиться, либо ухудшение отношений полное, их потери. Будут происходить трудности. Все зависит от того, насколько сложена ваша натальная карта и как вообще в ней расположены планеты. И здесь просто понимаете, что эти проблемы, которые будут происходить, это задачи, которые вам нужно решить. Да. Либо улегурировать отношения, подняться над кризисами, решить задачи, которые вы не решали. Особенно если у вашей натальной карты Плутон отвечает за деньги, хотя Плутон, в принципе, вообще всегда отвечает за большие деньги, за партнерские деньги, за семейный бизнес в том числе, да, с партнером, со второй половинкой. Но большие деньги коллективные в том числе. Но если у вас еще Плутон находится во втором, в шестом доме, например, или в восьмом доме, то здесь, ребята, необходимо прям-таки очень мощно раскачивать свои таланты в этот момент, да. И апрель – это месяц не исключение, когда необходимо прям-таки подниматься и расти. Да, будет сложно, потому что когда Плутон делает квадратуру, ощущения как будто катком проехали. Это реально сложно. Но я не скажу, что невозможно это сделать, и это сделать, скорее всего, необходимо, ребята. Поэтому трудитесь, поднимайтесь на новый уровень, растите, и у вас это получится. В конце этого периода, если же вы сопротивляетесь и не хотите этого делать, то все равно, скорее всего, получится потерять все то, за что держались. А если вы не сопротивляетесь и начинаете изменяться сами, подниматься, бороться со трудностями, то тогда, конечно же, в конце этого периода будет вознаграждение. Вы почувствуете, как сильно вы выросли, как вы набрались прям-таки силы, и эти трудности вас не сломали, а закалили. Те скорпионы, кто родился в середине периода, да, у нас в апреле очень мощное, очень мощное, я бы так сказала, соединение Юпитера с Ураном. И здесь, конечно же, ребята, понимаете, это соединение, оно, это аспект благосостояния, аспект, когда можно много чего протолкнуть, много можно чего сделать, раскрыть свои навыки, таланты, запустить на работе шикарный проект, да. И здесь, конечно, все те, кто родился в середине периода, на ваших транзитных картах, конечно же, и Юпитер, и Уран будут делать оппозицию к вашему Солнцу. И здесь максимально, либо вы поступаете креативно, либо вы поступаете максимально ново, свежо, запускаете нечто новое, продвигаетесь в работе, потому что Уран отвечает как раз-таки за работу, это управитель 10-го дома, за карьеру и за будущее, это управитель 11-го дома, да. И здесь методы, конечно же, будут такие для вас немножко сложные, необходимо будет действовать быстро, потому что Уран – это планета, которая заставляет действовать быстро. И Юпитер. Сложность оппозиции Юпитера заключается в том, что, как правило, эта планета раскачивает гордыню. Вот внутренний, я бы так сказала, специалист всегда говорит, я лучше знаю, а все неправы. Вот если вот этого специалиста, который сейчас не актуален, его отключить и признать себе так, я где-то ошибаюсь, я где-то делаю что-то не так, раз у меня до сих пор не получилось, подключайте мудрость, потому что истинная, истинная функция Юпитера – это мудрость. Понимать, что где-то ты ошибся, то есть быть как мастер Йода, где-то ты ошибся, но кто сказал, что это плохо, ошибся, исправь и иди дальше. Посмотри по-другому. Если ты рассержен, значит, ты не идешь туда, куда надо. Это реально такие мудрости и философия, которые по жизни именно в этот период, дорогие мои скорпионы, будут как раз-таки вас держать и стабилизировать. То есть если вы видите картину широко, как это происходит, тогда будет вам проще понимать, что да, в апреле трудности будут. Те, кто родился в середине скорпионевого периода, это с 1 по 10 ноября до 11, плюс-минус несколько дней, ребята, у кого что отсвечивает. Здесь, конечно же, оппозиция Урана и как раз-таки Юпитера, они будут вам либо помогать, если же вы будете идти вперед и действовать, то будут продвигаться ваши проекты, если же вы будете сидеть, тогда вы, скорее всего, будете портить отношения с близкими, с любимыми, портите отношения с близким кругом друзей, с общением, у вас будут проблемы. И Уран тогда будет не ваш друг, а ваш враг, потому что Уран в основной своей массе у людей отвечает за... Ну, конечно же, эта планета глобально нацелена на наше будущее, но точно так же эта планета, если с ней не работать, это планета просто разводов, испорченных отношений, выхода из отношений, когда все неправы, а я молодец, но при этом жизни ничего нет. Вот такая история, связанная с большими мощными аспектами на небе. Вы мне скажете, Жень, у нас весь месяц ретроградный Меркурий. Да, с 3 по 24 апреля у нас ретроградный Меркурий, плюс с каждого конца периода накидываем по 3 денечка, получается весь месяц ретро-мерк, так этот Меркурий, он еще и вовне. Захочется однозначно поругаться, захочется вспылить, захочется навести свой порядок. Не делайте этого, это пройдет. Мы вступим в май, и уже будет совершенно другая энергия и эмоции. И здесь, конечно же, понимайте, включите мудрость. Я знаю, что вас будут многие выводить из себя. Поэтому здесь, мои дорогие, будьте аккуратны на дорогах, в подписываемых документах, в отношениях с людьми, с любимыми в том числе, но про это чуточку позже скажу. И сделайте фокус на работе. Вы мне скажете, как в ретроградной Меркурии что-то делать, не дрять, потому что это же ретро-мерк. Ребята, в ретроградной Меркурии, я думаю, что в этом апреле вы будете разбираться со всеми теми делами, которые вы уже давным-давно когда-то начали. Поэтому если же вы будете продолжать старое, это отлично. Заканчивайте все свои дела, потому что месяц сложный, месяц требует осознания, месяц требует фокусировки на будущем, в принципе, потому что коридор затмений, который заканчивается солнечным затмением в Новолунии 8 апреля, требует как раз-таки в этот день хотя бы понять, куда мы хотим, идти для чего, ради чего. Здесь, конечно же, ваш второй управитель. Марс начнет соединение с Сатурном, и здесь прекрасная вторая неделя апреля. С 8 по 15 апреля, ребята, действуйте, хорошее время для того, чтобы работать продуктивно. И если вы хотите что-то новое начинать, нацеленное на будущее, то вот эта вот вторая неделя, она как раз-таки на то, чтобы начинать нечто новое, продуктивно, плодотворно, трудиться, пахать. Да, именно это слово. Но в итоге получить результат, который вам понравится. И это вторая неделя апреля. Третья неделя апреля. Здесь, конечно же, начинаются некие сложности, потому что и ретромерка Венера, и Солнце в соединении с Северным кармическим узлом. Здесь все мы немножко подвисаем, делаем выводы после коридора затмения, которые, если там не поняли, не осознали, не оценили, то здесь, конечно же, этот момент придет. И здесь, конечно же, у многих станут вопросы с финансами, потому что, да, у кого-то, у кого-то история с финансами очень сложная, да. У скорпионов это история всей жизни, потому что для скорпиона, если нет денег, это такая основная лакмусовая бумажка, что я вообще тогда в жизни сделала, да, почему денег нет. Это, на самом-то деле, ребят, нормальный такой вопрос для скорпиона, потому что для скорпиона важно эмоции, эмоциональный интеллект, насколько я эмоционально ощущаю себя хорошо, расслабленно по жизни, насколько у меня есть финансы, и в том числе, какое у меня здоровье. Потому что если у скорпиона нет ни того, ни другого, ни третьего, тогда скорпион ощущает себя таким вредным, противным скорпионом, который не живет скорпионе такой жизнью, а, скорее всего, вредительствует, потому что истинно знак Зодиака Скорпион создавался для того, чтобы спасти этот мир, да, спасти от всех глупых, от всех сложных, ненужных действий, которые люди, к сожалению, делают не во благо. Да, Скорпион — это тот знак Зодиака, и Плутон — та самая планета, миссия которых — это спасать человечество. И если скорпион сам себя спасти не может, то как он может спасти других, да, вы это прекрасно понимаете. Поэтому, дорогие мои любимые скорпионы, вопрос с финансами, со здоровьем и со своим мироощущением, кто есть я — это вопросы к вашему солнцу, о котором я говорила в самом начале, которым не нужно пренебрегать, нужно это понимать, что ваше солнце и есть ваш секретный ингредиент, который необходимо бы подкачать, необходимо становиться таким классным, продвинутым скорпионом, потому что Плутон у нас вышел из знака Козерога, еще в этом году, конечно, поерзает обратно в Козерог, потом в Водолей, но потом Плутон будет идти 20 лет по Водолею в развитие, в буйное, в мощное. И здесь, конечно же, вот классно за этот год бы закрыть все свои вот такие дыры, где вы знаете точно, что провисаете. Поэтому вопрос с финансами, кстати, еще меня очень спрашивают, можно ли тратить деньги в этом апреле, я бы все-таки вам сказала, что тратить не надо. Только по личным указаниям в личных транзитных картах, а так я для вас говорю, что вам не надо, сохраняйте, берегите финансы, потому что распылить захочется очень сильно. Вы у нас знак импульсивный, который любит, если пришло в порыве потратить, не тратьте, сохраняйте. Потратите в мае, а сейчас сохраните для того, чтобы приумножить, вложить туда, куда необходимо. Вкладывайтесь в работу в этом месяце, по крайней мере в первой его половине, активно продвигайтесь в работе, начинайте делать то, что ради чего долго там крапели, долго не делали, откладывали в долгий ящик. Делайте, ребят, уже пора. Что касается вторая половины апреля, то здесь, конечно же, третья неделя апреля, осознание вывода финансов, в каком они у вас находятся состоянии. Честная неделя для того, чтобы понять, кто я, на каком этапе я своего жизненного пути. Конечно же, последняя неделя, последняя неделя, когда начнут портиться отношения с любимыми, и здесь, понимаете. Да, последняя неделя апреля, которая продолжится еще и в мае, Плутон в квадратуре с Венерой и здесь. Вопросы влияния, доминирования, властвования, кто прав, кто не прав, кто важнее, кто умнее, кто хитрее. Вот такие новости будут на повестке всех отношений в личной жизни у скорпионов. И здесь, конечно же, ребят, я знаю, что скорпионам очень сложно строить любовные отношения, потому что силы в вас очень много, эмоционального интеллекта предостаточно, нет ни одного такого знака, кто бы мог выдержать столько трудностей по жизни. Это реально так. Ну, разве что козерог своим пыхчением, да, то есть постоянным трудой, пахотом, пахотой, пахотой, и овен своим усердием, просто потому что может много раз биться головой об стену, начинать делать что-то по-другому, менять тактику, а вот вы, не меняя тактику, можете очень долго, очень много вынести в своей жизни на самом-то деле. Здесь просто понимаете, что все мы не идеальны, и все-таки в отношениях, когда вы приходите к определенному уровню отношений, и вы хотите от отношений больше, больше глубины, больше чувственности, здесь, конечно же, нужно понимать, что, возможно, ваш партнер на это не способен, возможно, ваш партнер, он отличается от вас, и это, скорее всего, так. И здесь вот эту мудрость в себе нужно найти, и не ждать от человека то, на что он способен, и понимать, ваши отношения они в долгу или нет, за что вы с этим человеком, тратите ли вы его время или свое время. Здесь надо вот честно принимать решение, потому что все-таки апрель требует от нас, от всех честности, честности, понимания. Захочется, я знаю, схитрить, сьюлить, выкружить в свою сторону, прогнуть, задавить, чисто по скорпионе захочется делать. Ребята, иногда, конечно же, необходимо делать это именно так, но понимаете, что все действия, которые вы сделаете, должны быть основаны прежде всего на справедливости и на честном подходе. Не потому, как вы это решили, я считаю честно всех наказать, потому что я молодец. Нет, честно и справедливо в законах жизни, в законах бытия по справедливости. Имея такой подход, вы быстрее будете находить в себе обиды, которые не дают вам идти вперед. И это такой, знаете, тонкий момент внутренней и глубокой работы над собой. И я, конечно, желаю вам, чтобы вы эту работу над собой в этом апреле проделали. Дорогие мои любимые скорпионы, знайте, как я вас люблю. Проходите все кризисы, трудности, которые есть. Обязательно внедряйте в работу все то, что вы давно хотели. Я всегда так хочу, чтобы скорпионы занимались тем делом, которым им нравится хорошо, для того, чтобы спасали этот мир, для того, чтобы этот мир становился лучше. Потому что, ну кто, если не вы, ребята? Давайте, давайте, включайтесь в этом апреле и понимайте, что если есть трудности, они будут. Это только для того, чтобы поднять вас на новый уровень и сделать сильнее. Сильнее физически или же эмоционально. Тут уж, как говорится, у кого какая натальная карта. Дорогие мои, я с вами прощаюсь до следующего видео. Я надеюсь, была полезна. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях под видео. Только, пожалуйста, дата, время, место рождения и ваш вопрос. Вас становится все больше и больше. И те комментарии, где нету какой-то там даты или времени или места, я автоматически перехожу уже к другим комментариям, для того, чтобы побыстрее ответить на все комменты. Ну а самых отважных я, конечно же, жду на консультации. Мои дорогие и любимые, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце, как обычно, ролики, которые актуальны, для того, чтобы вы спланировали свое время. Есть весна возможностей. Посмотрите, вы еще можете сейчас спланировать свой май. Годовой прогноз, естественно, для того, чтобы спланировать год. И работаем, и трудимся, и реализуемся. Дорогие мои, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.